Об этом сегодня говорили губернатор Вениамин Кондратьев и чрезвычайный полномочный посол Японии в России Тойохи Сокадзуки. У края и представителей азиатского бизнеса есть приоритетное направление для сотрудничества, отметил глава региона. Одно из них – сельское хозяйство. У нас множество различных возможностей. В первую очередь, обмен опытом и технологиями в области выращивания риса, соя и бобовых. То есть, да, мы сегодня тот регион, который в прошлом году собрали миллион тонн для нашего края, это второй раз тот прорыв, который был в первый раз достигнут в советское время. Ну и сегодня мы идем по максимально интенсивному пути выращивания риса и, конечно, в первую очередь нам нужны тоже технологии, чтобы его было не просто много, чтобы он сохранил свое качество. Внешний торговый оборот между Краснодарским краем и Японией сейчас небольшой. В прошлом году он составил около 29 миллионов долларов. В основном регион экспортировал злаки, топливо и нефтепродукты. Но интерес японских бизнесменов в Кубани растет. И это еще раз говорит о том, что в крае создан благоприятный инвестиционный климат и условия для ведения бизнеса. Одна из основных целей нашей бизнес-миссии заключается в поиске возможностей для укрепления японно-рассийского бизнеса в сфере сельскохозяйства. Я вижу, что есть много совпадений, интересов, совпадений, возможностей. И, конечно, я человек, который поддерживает содействие в вашем крае. Могу смело вас заверить, что у нас есть потенциал. Поэтому, конечно, любые способы, которые нам помогают достигать иллюзативности, электролизации, конечно, мы будем использовать. У нас очень важен опыт Японии в альтернативной энергетике, возобновляемых источников энергии. Мы используем сегодня, в том числе, передовой опыт Японии для того, чтобы мы не отстали, а чтобы найти партнеров, которые нам помогли сегодня, не отстали. Это, наверное, очень важно сегодня вовремя найти друг друга. То, что сегодня, конечно, мы и делаем. Делегацию из Японии интересовали и курорты Краснодарского края, туристические направления, достопримечательности. Представители бизнес-миссии уже побывали в Сочи в феврале на Российском инвестиционном форуме.